Всем привет! Меня зовут Майя Луткова. Сегодня я снова в Московской области, рядом с Зеленоградом. Оказалось, что здесь гораздо больше брошенных недостроенных домов, чем я могла себе представить. Эти люди купили квартиры в ЖК Митина Дальняя. Вон, видите, скелет по фону стоит. Уже больше трех лет дольщики не могут получить ключи от своих квартир и платят ипотеку за дома, которых нет. Обманутыми без денег и жилья остались больше 800 семей. Сегодня мы попытаемся понять, куда делся застройщик, что думает по этому поводу администрация и вообще, стоит ли дольщикам бороться за это жилье или смысла уже нет. Ну а вы перед этим поставьте лайк, поддержите нас за старания, потому что мы работаем сегодня в очень тяжелых условиях под сильным дождем. Ну что, погнали! ЖК Митина Дальняя строили в несколько этапов. Вот эти восемь домов входят в первую и вторую очередь, и они сданы с опережением. Ну а остальные должны были достроить немножко позже и сдать в 17, 18 и 19 годах. В итоге, смотрите, чисто поле и голые скелеты зданий. Мы за ипотеку платим 27 тысяч рублей, а за квартиру, так как у нас семья, мы снимаем двухкомнатную квартиру. Это примерно 30-32 тысячи в месяц. Мы лишились денег, а деньги – это годы нашей жизни, годы нашей работы. И сейчас у нас просто нет возможности какое-то другое жилье купить. Покупали это жилье для бабушки. Бабушка уже вот как 4 года сюда переехать не может. Вот дети уже практически выросли, а квартиры нет. Конечно, есть ситуации гораздо хуже. У нас есть люди с детьми инвалидами. У нас есть те, которые продали единственное жилье, им реально негде жить. Они там снимают квартиру. Некоторые, я знаю, даже в гаражах живут. С 2016 года здесь перестала идти, стала стройка. Стала намертво абсолютно. И два года нам все чиновники говорили, что с нашим объектом все хорошо. Что просто не сезон два года. Что просто согласовывается какая-то техническая документация. В 2020 году тут уже должны быть сданы все дома. 8 домов, включая мой дом, который вот здесь с краю стоит, вообще скелет. Здесь должна быть полностью инфраструктура сделана. Ну, газон. И здесь паркинг должен быть несколькоэтажный перед нашим домом. На месте вот в куче. То есть здесь полностью должны быть сданы 5 очередей. У нас по проекту здесь есть школа, детский сад, торгово-административный центр. Очень красиво. Да, очень красиво. Можно погулять. Мы купили 46 квадратных метров. Практически в готовом доме брала. И я переживаю, что мы не сможем там жить, потому что мы были на просмотрах в этих квартирах. Там воды по колено, уже плесень в том числе и грибок. Я купила квартиру в 2016 году. Должны были мне квартиру сдать в конце сентября 2019 года. Но так до сих пор я ее не могу получить. Мы купили в 27-м доме. 2,5 миллиона тогда стоила эта квартира. Да, она однокомнатная. Надо сказать, что не просто так был выбран этот застройщик. Он успешно строил много лет. И очереди, которые были сданы, и вообще они сдавали раньше срока. Раньше. Качество стройки было вполне приличным. Это прям проверяли. И сертификаты на блоке. Все, проверяли. Весной прошлого года стало окончательно понятно, что в ближайшее время никто объект достраивать не собирается. Местная администрация признала ЖК проблемным. А застройщика объявили банкротом. Называлась компания ООО «Доналит». Вы слышали что-нибудь о ней? Я, например, нет. Поэтому свои деньги странной строительной компании я бы доверять не стала. Ну а дольщики поверили. И ошиблись. Наш застройщик называется ООО «Доналит». Это дочерняя компания ООО «Комстрин». Один из учредителей нашего застройщика – фирма, зарегистрированная на Кипре. А, интересно. Это говорит о том, что когда возникают вопросы к застройщику, какие-то судебные иски, когда граждане или суды пытаются найти имущество этого застройщика, они не могут этого сделать. Это очень хитрый ход. Потому что учредитель находится в офшоре. В интернете про застройщика почти нет никакой информации. Митина Дальняя – единственный ЖК, который застройщик взялся возводить. Но так и не закончил. Знаете, что это мошенническая схема, и вас обманули? Да, это мошенническая схема. Застройщик все это время продавал квартиры. Даже уже когда все стояло, все было плохо, он продавал квартиры и тянул время, чтобы вывести деньги просто со счетов. Чтобы как можно больше заработать. Страховка у нашего застройщика липовая, то есть то, что должно было государство отконтролировать, липовая, нет ее. Он не пролатил деньги в стаб-фонд. Мы боимся, что наши дома не достроят. Либо ее будут достраивать так долго, что они просто рухнут сами вообще. Важно понимать, что сдвинуть ситуацию с мертвой точки дольщикам удалось, только объединившись в инициативную группу. Просто так никто бы на них внимания не обратил. По крайней мере, они сами так считают. Чтобы обратили на нас какое-то внимание, возможность была только митинги и пикеты. На данный момент принято решение достраивать наши дома, но казалось бы ура, но не ура. Потому что эти дома могут так и не достроиться, самое интересное. У нас есть пример других ЖК, которых принято достраивать уже с 15 июля. И вчера к ним въехала одна фура только. То есть нам обещают ключи через два года, но это только обещание. Активные действия дольщиков привели к тому, что наш объект был включен в список проблемных. Это единый реестр проблемных объектов в 2019 году, в апреле. В июне этот реестр закрыт. В него больше не включают на тех основаниях, на которых были включены наши дома. Это нам помогло в последний вагон впрыгнуть по государственным программам. Сегодня на встречу мы приглашали замглавы администрации Солнечногорска Никиту Никулина, с которым вы уже знакомы по предыдущим выпускам. О дольщиках, в частности, ЖК «Белый город» и ЖК «Елкино». Но сегодня воскресенье, он не приехал. Тем не менее, давайте попробуем позвонить Никите Александровичу и узнать. Алло, Никита Александрович. Здравствуйте. Меня зовут Майя, я журналист. Могли бы вы нам пару слов сказать? Вот мы с дольщиками сейчас стоим. Вот стоит ли им переживать, что их дома не будут достроены? А в какие сроки планируют достроить дома, которые сейчас в состоянии скелета? Мы считаем, что нам необходимо два года. Два года. Чтобы с этого момента мы полностью до того момента, когда люди получат получения. А вот еще такой вопрос. Вот дольщики говорят, что те дома, которые уже даже с фасадом, но не сданы в эксплуатацию, там уже плесень, вода по колено. Вот будут ли эти дома пригодны к проживанию? На данный момент проходит дополнительная экспертиза. Мы считаем, что эти дома абсолютно можно реанимировать, то есть в них возможность проживать. Поняла. Спасибо вам большое. Ну вот, вы как, довольны от этого? Нет. Это как бы просто слова. За этим нет никаких гарантий и никаких обязательств фонда нет. Вот и все. Потом, ну не получилось, ну так сложилось, ну пандемия, ну не сезон. Рядом с пустырем и скелетами домов стоит 8 вот таких разноцветных домиков. Это четырехэтажные корпуса ЖК «Митина Дальняя», которые застройщик возвел до своего банкротства. В них сейчас живут люди. Это один из домов, в первую очередь, которые уже сданы в эксплуатацию в 2016 году. В этом доме у нас есть уже одна квартира. Нам здесь так понравился этот район, что мы решили для бабушки купить квартиру еще в пятой очереди. И вот тут-то вы, получается, инфраструктуриали. Да. К сожалению, этот район сейчас очень портит то, что у нас есть брошенная стройка, и у нас нет инфраструктуры. То есть то, на что люди рассчитывали, покупая здесь жилье, здесь нет, по сути, ни магазинов, ни школы, ни сада, ни поликлиники. Квартиру мы посмотреть не можем, потому что Галина ее дает в аренду, но хотя бы подъезд мы можем заценить. Достаточно ярко и простенько. Чистенько, простенько. Такой, да, эконом-класс. А вам как? Нормально. Не хуже, чем в Москве, в аналогичном жилье. Такая отделка типичная. То есть получается шесть квартир на этаже здесь. Видите, такой светлый коридорчик. Цифра один. Первый этаж. Здесь люди хранят свои велики. И лестница наверх. Лифта здесь нет, потому что в доме всего четыре этажа. Зачем же нужен лифт? Что ж, дольщики прождали три года своих квартир. Теперь им предлагают подождать еще два. Надеюсь, что все не напрасно. И они все-таки смогут заехать в свои уже достроенные корпуса. Я считаю, что о таких историях нельзя молчать. Нужно рассказывать о проблемах дольщиков как можно чаще, чтобы дело двигалось с мертвой точки. В свою очередь я буду следить за этой ситуацией. И знаете, в историях ЖК Ёлкино и Белого города, о которых мы тоже снимали в выпуске, уже есть некий свет в конце тоннеля. Например, представитель администрации района нам рассказал, что в ЖК Ёлкино уже 45 семей получили ключи от своих квартир. И до Нового года, скорее всего, корпуса будут полностью заселены. Меня это не может не радовать. С ситуацией ЖК Белый город, который тоже здесь, кстати, находится недалеко, все сложнее. Но, тем не менее, в администрации обещают, что в январе следующего года ковши эскаватора там будут уже видны. Будем и дальше следить за развитием событий и рассказывать вам о том, как продвигается дело. Ну, а теперь настала ваша очередь делиться своим мнением в комментариях. Я обязательно все почитаю. Ну, и поддержите меня, пожалуйста, лайком. Мне будет приятно. И мне важно знать, что вам не все равно. Я стараюсь для вас, чтобы вам было полезно и интересно. Подпишитесь на этот канал, кто этого еще не сделал. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски этого блога. Меня, как всегда, зовут Майя Лудкова. Увидимся. Пока. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон»